Тревожная кнопка на ОНТ. Здравствуйте. В ближайшие минуты ситуация, когда требуется вмешательство экстренной службы, помощь людей или правосудия. Будьте внимательны и делайте правильные выводы. В студии Анастасия Таранко. Рыбацкое несчастье. Бешенковический район. 27-летний Евгений приехал из Минска к 26-летнему Евгению в деревню Сокорова. Двое давних приятелей решили забросить удочки на расположенном рядом озере Полозерье. Мужчины сели в деревянную лодку и отправились рыбачить. 17 часов 14 минут в МЧС сообщили о двух тонущих на озере людях. По нашей информации, гость из столицы неудачно встал во время рыбалки и лодка опрокинулась. Его приятеля спасатели успели достать из воды. Евгений из Сокорова с перехлаждением был доставлен в больницу. Тело второго Евгения обнаружили в озере лишь на следующий день. Дали прикурить. Белорусско-литовская граница. Нарушителя задерживали со стрельбой. Заставу Бенякони подняли в ружье из-за 28-летнего жителя Ивьевского района. Убегал, пока не услышал предупредительный выстрел пограничника. Понял, что дело табак и сдался. Лесными тропами хотел доставить в Евросоюз контрабандные сигареты. В пяти метрах от границы были обнаружены товары материальной ценности, упакованные в 12 коробок, которые мужчина пытался переместить на сопредельную территорию. Записки мотоциклиста. Чашникский район. 30-летний мужчина попытался кое-что проверить на личном опыте. В частности, может ли алкоголь заменить разрешение на управление мотоциклом? Документа у него не было, а вот спиртное и транспортное средства отечественного производства нашлись. Как говорят в таких случаях, бетонный столб перебежал дорогу. По факту нетрезвый сельчанин на закруглении проезжей части не справился с управлением и врезался в световую опору. Произошло это около 10 часов утра. Сейчас мужчина с переломами ноги и руки находится в больнице. Полесский Робинзон. Лунинец. Сотрудники местного уголовного розыска отличились. Содержали подозреваемого, пообщаться с которым коллеги из трех областей республики буквально выстроились в очередь. А началось все вот с этой видеозаписи. Камера магазина бытовой техники в Лунинце запечатлела мужчину, который интересовался ноутбуками. И один позже пропал. Сыщики вычислили подозреваемого. Оказалось, что этот ранее неоднократно судимый за кражи 37-летний мужчина, зарегистрированный в Борисове, дома давно не появлялся. Более того, в Минской и Витебской областях его искала милиция. По подозрению в кражах бытовой техники из магазинов. Благодаря замкнутому образу жизни ему несколько месяцев удавалось скрываться. Словно Робинзон, он уединился в Пинске. Давний знакомый арендовал для него квартиру. Этот же 58-летний друг Пятница приносил еду и необходимое. Робинзон покидал жилище только по делу. Во время очередной вылазки обоих в Пинском районе задержали лунинецкие сыщики. По нашей информации, вопрос их подозреваемым есть у коллег из Ивацевичей и Столина. Кстати, тем, кто приобретал новую бытовую технику с рук у подозрительных личностей, лучше самим заявить об этом в милицию. Два пакета и вот это. Витебск. Жительница областного центра решила заняться нелегкой атлетикой. Призовой фонд чемпионата составлял 4 бутылки водки. На записи видно, что к месту проведения соревнования в магазин женщина пришла в сопровождении трех мужчин. Группа поддержки предпочла ожидать за дверью. Спортсменка же направилась к прилавку. Ничего не подозревающий продавец подала посетительнице емкости со спиртным и для надежности переноски второй пакет. Заполучив водку, женщина не рассчиталась, а бросилась бежать. Едва не упала перед дверью, однако сумела с добычей покинуть магазин. Сотрудниками патрульно-постовой службы и участковыми инспекторами Первомайского РОВД вскоре была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась неработающая, ранее судимая жительница областного центра, 89-го года рождения. В отношении нее следователями возбуждено уголовное дело. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы «После показа на ОНТ» доступны для просмотра на нашем официальном ютуб-канале и в популярных социальных сетях. Там же можно увидеть сюжеты, не вошедшие в телеверсию. Эфир следующей тревожной кнопки утром в четверг, 12 марта. Смотрите нас в 7.05 и 8.05. Дождитесь. Субтитры создавал DimaTorzok